Всем привет! В эфире долгожданная рубрика пустые баночки последних нескольких месяцев. В прошлый раз, когда я снимала такую рубрику, вам она очень зашла, очень понравилась, поэтому оставляю ссылочку на предыдущую. И сегодня я взяла с собой вот такой пакет, куда я долго и кропотливо собирала пустые баночки. Давайте начнем, наверное, с продуктов для волос. У меня закончился вот такой бальзам от бренда Global Keratin, увлажняющий. Я обожаю от этого бренда сыворотку такую оранжевую, которая запечатывает чешуйки. Вот она просто потрясающая. Кондиционер меня вообще ничем не удивил, поэтому, наверное, второй раз я эту серию и этот шампунь с бальзамом не куплю. У меня закончились шампунь и кондиционер от бренда Davines. Мне, на самом деле, присылали на обзор. Я могла выбрать абсолютно любую серию, но я решила выбрать голубую. В общем, мне абсолютно не подошел либо этот бренд, либо вот именно вот эта голубая линейка. Мои волосы были жирные, мои волосы путались. Возможно, эта линейка подойдет тому, кто красит блонд, но, опять же, я говорю, у меня волос сухой. Мне абсолютно не подошло. Бальзам жирный, он утяжелял, кожа головы была жирная. В общем, это первый раз, когда я так долго пыталась добить эту банку. У меня такого не было, но вот шампунь я добила, а бальзам просто уже остатки выкинула и решила показать вам пустую баночку, дать вам свой отзыв. Я уверена, что у Дави нас есть другие классные продукты, но вот конкретно мне, на мой натуральный волос эта линейка не подошла. Поэтому покупать второй раз не буду. И переходим к ароматам. Первый аромат, который у меня закончился, это молекула двойка. Я ее просто обожаю. Мне кажется, мне очень подходит. Несмотря на то, что аромат достаточно попсовый, и он был практически у всех, все равно он играет на каждом человеке своими красками. И я его очень любила, наверное, даже я обновлю, потому что это такая база, это аромат, я не знаю, мамы, потому что мама у меня тоже любит молекулы, и ей пользоваться. Она как будто бы раскрывает наш запах, который у нас и так есть. Короче, мне очень нравится, она до сих пор очень ярко пахнет, и я, наверное, второй раз ее куплю. Следующий парфюм, который у меня закончился, это Байреда, я называю Бал в Африке. Тут есть прям капелька, но он уже все, я не знаю даже, как ее доиспользовать. Очень классный аромат, безумно женственный. Мне его подарили на прошлый Новый год, и пользовалась я большим объемом чуть больше года. Он, знаете, пахнет какими-то фруктами, какой-то ванилью, какой-то еще плюсом нежностью, и безумно-безумно классный. Тоже популярный, но, вы знаете, я вообще люблю популярный аромат, и я бы с удовольствием купила себе Бакарат, я бы с удовольствием купила себе Лилабо. Также я хочу обновить Монтали розовый мускус, который у меня был еще в школе. Знаете, это база, но я ее очень люблю, и все-таки мне кажется, что каждый аромат раскрывается по-разному на разных людях. Пока я, наверное, не буду его обновлять, покупать снова. Хочу отдохнуть, мне нравится пробовать что-то новое, но он потрясающий для тех, кто любит вот что-то такое женственное, легкое, нежное. Мужчинам очень нравится, когда от женщин так пахнет, поэтому балл в Африке очень классный, просто пока возьму перерыв. А что у меня закончилось? У меня закончился мой любимый крем от бренда Holy Land, и я беру вот такую серию For Normal To Dry Skin для нормальной и сухой кожи. Это такой базовый крем, у меня, наверное, уже четвертая банка, пользуюсь им около трех лет. Бренд, Holy Land это израильский бренд, поэтому за то время, пока я им пользуюсь, он уже подорожал аж в два раза, когда-то давным-давно я его брала за 900 рублей. Буду на самом деле брать его снова и снова, потому что это базовый продукт в моем домашнем уходе. Использую его на ночь, в нем содержится сковалент, смола, и это все то, что помогает дольше удерживать влагу на коже. У меня кожа, например, такая, что любое увлажнение у меня кожа просто съедает, выпивает, и мне его всегда не хватает. И такие компоненты, они образуют определенную пленочку на коже, и кожа на протяжении всей ночи, она как бы питается, увлажняется, работает. Куплю еще множество банок, пока он вообще не закончится в мире. Все один продукт для лица, который у меня закончился, видите, какой это хороший продукт. Это увлажняющая маска от бренда Dr.Jart. Dr.Jart это корейский бренд, я его очень люблю. Также люблю желтую их линейку, но желтая линейка, она больше идет такая, знаете, питательная, такая густая, которая восстанавливает кожный барьер, тоже такая тяжеленькая. А вот эта голубая серия, она у них идет именно на супер увлажнение, там большое количество гиалуроновой кислоты. И вот эта несмываемая маска, я ее наносила таким хорошим плотненьким слоем на все лицо и на шею, и она как будто бы оживляла кожу. Она ее настолько напитывала влагой, как будто бы я от косметолога вышла с мезотерапией, у меня было невероятно приятное ощущение. На утро кожа прям натянутая, напитанная, такая прям увлажненная, классная. Единственный ее недостаток в том, что она вообще невкусно пахнет, я не знаю. Она как какой-то, слушайте, ну я даже не знаю, может быть едой какой-то пахнет невкусной. В общем, не могу идентифицировать запах, но он неприятный. Он не резкий, в принципе, его можно переносить, и я готова этой маске простить вот эту отдушку. Обязательно куплю еще, и, наверное, хочу еще что-то попробовать вот из этой голубой увлажняющей линейки. Забыла вам показать, что у меня также закончились ампулы для волос от Polyplant. Вот, раньше мне безумно помогали эти ампулы, я втирала просто вот таким вот образом в кожу головы, и там содержатся какие-то стволовые клетки, благодаря которым мое выпадение, у меня страшно всегда выпадают волосы, оно прекращалось, и я действительно, когда мыла голову, это очень сильно ощущала. Последняя упаковка, которую я заказала на Вайберс, может быть, она была паленая, да, может быть, просто эти витамины перестали работать именно на мне. Возможно, моя кожа к ним привыкла, поэтому больше я их не куплю, буду пробовать что-то другое. Но раньше были очень хорошие, и хотела вам показать коробку. Коробку выкинула, осталась одна ампулка, выглядит вот так. Ну что, вот такие вот у меня последние баночки месяца, пишите свои вопросы в комментариях, буду вам благодарна за лайк и колокольчик, обязательно подписывайтесь на мой канал. Также у меня есть канал в Телеграме, где я делюсь своими впечатлениями от использования каких-либо продуктов, делаю распаковки, и просто нотка моей жизни там тоже присутствует. Я вас всех целую, обнимаю, спасибо, что посмотрели это видео, и за то, что до сих пор со мной. Всё, пока-пока. Ну что, доброго денёчка. Наша уже новая, точнее, наша старая традиция встречаться с Аленчиком. И разгадывать новые слова. Да. И ходить в какие-то новые, очень красивые места. И сегодня мы пришли в ресторан Sage. Находится он на Белорусской, недалеко от Нева. Посмотрите, какие здесь тарелочки. Ну, это что-то невероятное. О, Алена Лесята, а у меня Кабанята. А ещё есть Бэмбики. Короче, интерьер, знаете, такой какой-то невероятно блюдный, что ли. Красивый перебой. Пока ребята напишут в комментариях, как они думают, что это. Ребята, напишите. Кстати, как вам Аленину новая стрижка? Вы же не видели. Ты уже такой постоянный персонаж моих блогов. Здесь. Мне очень нравится. Да, если бы неплохое окрашивание, человек никогда бы не решился на такие перемены. По традиции, немножко вам покажем меню. Я даже не знаю, я не очень голодная, но что-то упал взгляд твой. Картофель Фри, мое любимое блюдо. О, равиоли. Я, наверное, буду равиоли. Так, нам уже половину наших блюд вынесли. У меня не йоки с уткой. Это Алена заказала какие-то перцы с фетой. У меня, как обычно, каплучина. Цитрусовый раф. Бэпики. Кое-кто специально попросил поменять себе тарелку. Я просто допила из того, чего хочу. С первого вкуса. Вроде бы ничего, но как-то не сильно мне понравилось. Кстати, даже прибору подошла. Ну, так что, потому что, когда ты говоришь, что я не знаю, что я не знаю. Как тебе? Ну, вкусно. Смешиваешь, я скажу, что в своем начале. Очень вкусный кофе. На месяц вперед. Там просто как календарь. Да, важно. И в каждом квадратике ты забиваешь созданный тобой образ. Офигеть, покажи. Я сейчас пытаюсь найти. Время полезных советов. Алена мне тут подсказывает, чем мне носить мою новую куртку. Коричневую из студии 29. И, оказывается, есть даже календарик, гардеробок, какое-то приложение. Сейчас мы вам покажем. В котором можно составить свои образы на месяц вперед. Мне сложно представить, чтобы я вообще села заниматься составлением образов. Там прям даже не обязательно свою одежду. Там есть как поисковик. И ты прям в поисковике находишь магазин, который тебе нужен. Клозет называется? Да. Проложение, да? Да. Вот. Вот. Ага. С морковкой. В общем, тут вот есть одежда. Уже вырезанная, уже представленная. Возможно, тут даже есть то, что тебе нужно. Просто нужно разобраться, найти его на поиске. Вот. И вот такие калажики составляешь. О, класс. Только как бы... Ну, кстати, и вдохновиться можно. Я, кстати, такие делала же для себя. Даже выкладывала. Но только я сама обрезала все. И все такое. Да. А тут они уже будут обрезаны, да? Да, да, да. Вот. И, допустим, вот такой образ. Ты можешь там собрать. Вот. Вот, кстати, даже есть изделие. И даже купить можно. То есть даже можно на ссылку перейти и купить. Жалко, нам не платили, да, за рекламу интеграции. Вот. И все. Ой, то есть ты, допустим, вот пятница близится. Ты с четверга подготовила себе образ, который ты сама себе забила. Кайф, кайф, кайф. Какая ты умничка. Здоровье твоё в руках. Как говорят в турецких сериалах. До свидания.